Веч прочитал сообщение в Вегасе в пятницу утром, и вместо того, чтобы завалиться спать, он сел на ближайший самолет на восток. К 9 часам вчера он был уже в городе и выходил из такси перед похоронным бюро Луи Джерни. Заведение выглядело отвратительно. Веч считал, что такой большой человек, как Чарли Печатник, устроит себе грандиозные проводы в лучшем в городе похоронном бюро. А это была просто маленькая деревенская похоронная контора в переулке. Веч никогда не слышал об этом месте и подумал, что бы ответил ему Луи Джерни, если бы он, войдя, потребовал комиссионный. В конце концов, в какой-то мере, Веч их заслуживал. Луи Джерни не досталось бы это дельца, если бы Веч не разделался с Чарли Печатником. Но, конечно, он не мог намекнуть ему об этом. Веч пожал плечами, запахнул пальто и направился к входу. Странно было обнаружить Чарли в такой грязной, захудалой дыре. С другой стороны, удивительно было и то, что все так удачно вышло. Разделаться с Чарли Печатником было непростым делом. Вечу понадобилось почти два месяца усиленного шевеления мозгами для обдумывания всех возможных вариантов. Крупнейшего и удачливейшего фальшивомонетчика не уберешь сходу. Для собственного удовольствия нужно было обмозговать все детали. Конечно, помогло то, что Чарли был другом Веча. Это означало, что они могли встречаться наедине в спокойной обстановке, когда рядом не маячили телохранители Чарли. Еще одна маленькая проблемка. Как устроить так, чтобы Веч мог прибрать к рукам увесистый пакет с новенькими, безопасными зелененькими, которыми Чарли беспрерывно хвастал. И к тому же все должно было выглядеть как несчастный случай. Наконец, Веч решил, что это и будет несчастный случай. Он поработал над машиной Чарли сам в его собственном гараже, как раз перед тем, как узнал, что Чарли собирается в серьезную поездку, чтобы доставить партию товара на 200 тысяч фальшивых зелененьких в 10 и 5 долларовых бумажках. Забавная штука с этим фальшивым банкоматом. Полиция проверяет двадцатки, сотенные и более крупные купюры, но обычно не возится с десятками и пятерками. Это Вечу рассказал Чарли. А Веч слушал способность слушать. Вот что помогло ему все устроить. Веч знал, каким путем поедет Чарли той ночью, когда повезет деньги. И поэтому он мог ждать его на круглой дороге у озера, в своей собственной машине, загораживая узкий участок у поворота так, что Чарли пришлось бы резко затормозить и вывернуть руль влево до упора, чтобы не упасть с обрыва. Веч хорошо проделал свой маленький трюк с машиной. И когда Чарли вывернул руль, весь рулевой механизм полетел, для Чарли печатника все было кончено. Веч наблюдал, как падала машина. Он подождал, пока она не загорелась. И только тогда спустился вниз по склону обрыва и выдернул сверток из багажника. Чарли был придавлен внутри машины разбитым рулем. Он цеплялся за него руками и кричал, чтобы его вытащили. Но Веч не собирался помогать. Сделав свое дело, он быстро скрылся, так что Чарли не узнал своего друга. Это было необходимо на случай какой-нибудь промашки. Но все же он по плану. Веч успел выехать из города, наверное, еще до того, как Чарли кончил поджариваться. А так как хороший план требует хорошего алиби, Веч все подготовил заранее. Он обронил пару слов о том, что собирается в Вегас по делу. И устроил так, что у него действительно оказалось там дело, поскольку никто, кроме Веч и Чарли, не знал, что за товар будет в багажнике у фальшивого монетчика. Ничего подозрительного в этой случайной смерти не было. Все сложилось отлично. Ветч вел себя тихо. Он немного поиграл, но был слишком умен, чтобы использовать какую-нибудь из бумажек Чарли. Он просто ждал, читая каждое утро газеты своего родного города, пока не убедился в том, что опасности нет. В течение пяти дней он следил за этим делом. Полиция нашла машину, обгоревшее тело. Было проведено расследование, жюри присяжных вынесло вердикт о смерти в результате несчастного случая. Был объявлен день похорон. Когда Веч прочитал это последнее сообщение, он понял, что пора возвращаться домой. В конце концов, выглядело бы странно, если бы он не проводил в последний путь своего дружка. Неправда. И вот он на месте. Он был здесь. Он открывал дверь похоронного и бюро Луи Джетт. И входил в тишину. В этом бизнесе, которым занимался Веч, ему часто приходилось участвовать в подобных церемониях, бывать в похоронных бюро. Это был, если можно так выразиться, профессиональный риск. Но Веч так и не привык к таким мероприятиям. Даже если он не имел никакого отношения к появлению еще одного ушедшего в мир иной, ему становилось не по себе, когда надо было подойти к гробу. Достаточно неприятно и то, что тебя окружают рыдающие люди. Но войти в холодное, пустое заведение с покойником совсем одному было убийство. Убийство. Вечу не нравилось это слово. Совсем не подходящее время думать об убийстве с большой буквы. И не в этой подозрительной, вонючей, маленькой дыре в десятом часу вечера. Господи, это было отвратительно. Никого вокруг, никого при входе у дверей. Просто проходишь через короткий холл в дальний зальчик, где на возвышении стоит гроб. Вечу не следовало приходить так поздно. И ему не надо было отправляться сюда одному. Смысл заключался в том, чтобы люди видели его, заметили. Конечно, он распишется в книге посетителей. Завтра появится в церкви, где будет панихида по Чарли. Ему следует послать цветы. Много цветов. Черт возьми, он может себе это позволить. Деньги Чарли были хороши. Эта мысль вызывала у Веча улыбку. Нам не так-то легко было улыбаться здесь. Похоронное бюро у Иджерни. Что за заведение для такого человека, как Чарли Печатник. Выглядело оно так, как будто и десяти покойников в год в нем не бывало. Старая резная мебель, потертый ковер, пара тусклых ламп, которые можно было увидеть в фильмах о временах сухого закона. Конечно, в зале было много венков и букетов. Они почти закрывали всю переднюю часть комнаты. И Веч чувствовал запах лилий, гвоздик и роз. А пахнут ли гвоздики Веч не помнил. Он знал только то, что ненавидел аромат цветов на похоронах, так же, как ненавидел запах больничных коридоров. И то, и другое напоминало ему о кладбище. А Веч боялся кладбищ. Так оно и было. В толпе он мог притворяться, но в одиночку, как здесь он мог признаться себе в этом. Веч боялся похоронных контор, потому что боялся смерти. Смерти с большой буквы, как и убийства с большой буквы. Два больших слова. Может быть, поэтому он занялся этим бизнесом, потому что боялся в качестве, как говорят, психоаналитики, компенсации, что-то в этом роде. И какого черта думал он о психоаналитиках в такое время, как сейчас? Веч знал, что ему надо делать. Зайти, расписаться в книге и смыться. Не надо было нюхать цветы в гостиной. Не нужно было смотреть на гроб и разглядывать Чарли Печатника. К тому же, подумал Веч, ему не удастся увидеть Чарли. Гроб наверняка закрыт и запечатан из-за того, что Чарли обгорел. Когда Веч закрывал глаза, он видел, как Чарли горел. Так что лучше держать глаза открытыми. Лучше взглянуть на гроб, прежде чем уйти. Действительно. Почему бы и нет ничего особенного в том, что касается самого гроба. Просто ящик. Его беспокоило то, что внутри. А также мысль о том, каково было бы ему самому находиться там. А что, если и после смерти работает сознание? Что, если покойник знает, где находится? Чувствует, когда его опускают в большую яму, закидывают грязью. У Веча начали дрожать руки, и он засунул их в карманы. Забудь все. Он заставил себя посмотреть на гроб. Довольно большой, бронзовый, крепкий. Даже если семья Чарли не разорилась на шикарной похороны в лучшей похоронной конторе, она заплатила кучу денег за гроб. Он был сработан на долгие времена, как танк Шерман. Если тебя запечатают в такую штуку, ты останешься в ней навсегда. А потом тебя отпустят в темноту. У Веча дрожал уже всем телом. Чёрту. Чёрту. Уходи от гроба. Того горелого, кто в нём. Уматывай, пока он не стал двигаться, пока ты не начал видеть всякую-всячину, вроде поднимающейся крышки, вытягивающейся оттуда руки и руки Дракулы. Но только в этой руке был бы пистолет. У Веча вырвался странный звук, потому что это уже происходило. Крышка открылась, и он мог видеть Чарли. Он медленно поднимается, садится, смотрит на Веча. Чарли совсем не был обгоревшим. Только немного, на правой стороне лица и подбородка. И пистолет был ярким, блестящим, направлен прямо в живот Веча. Подойди сюда, старый дружок, сказал Чарли. И его голос был всё ещё мягким. Уж не сон ли это? Как проверить? Бежать? Мелькнула в голове Веча мысль. Но как бежать, если на него нацелен пистолет? Указал. Ты мёртв. Так, как это говорится во сне. Только Чарли не спал. Он покачал голову и перекинул свои длинные ноги через край гроба, сминая большой букет лилий, запах которых волной пошёл на Веча и вызвал головную боль. Мёртв, сказал Чарли. Я выбрался сразу после того, как ты слинял. Я узнал твою машину. Никаких проблем там, наверху, на дороге. И когда ты открыл багажник с грузом, я всё понял. Веча хотел сказать что-нибудь. Превратить всё в шутку. Заявить Чарли, что это всё забавно. А Чарли не смеялся. Пистолет выглядел очень серьёзно. Ты должен быть мёртвым. Я читал в газетах. Единственное, что мог сказать Веча. Чарли медленно подошёл к нему. Всё было как во сне. Ты пустил слух, что собираешься в Вегас, сказал Чарли. Мы нашли тебя и место, где ты покупал газеты из нашего города. Приходилось потратиться на того парня, что их продавал, и на печатание специального номера каждый день с нужной статьёй. Но дело того стоило. Видишь ли, мы хотели, чтобы ты приехал на тихие, скромные похороны. Моргнул. А Чарли распуксал улыбки. Да, я сделал это. Недаром меня называют Чарли печальник. Теперь Веча всё понял. Он знал, почему Чарли ждал в похоронном бюро Луи Джерни на боковой улочке, куда никогда никто не заглядывал. Но он ничего не мог поделать. Только развернулся и смотрел, как заходят Луи Джерни, брат Чарли, Сэм, и его двоюродный брат Анджело. Они закрыли дверь гостиной. И запах цветов становился всё тяжелее и тяжелее. Затем эти трое окружили Веча. Напоследок он попытался бороться. Веч предпочел бы, чтобы Чарли использовал пистолет, но тот этого не сделал. У его брата был топорик, и он ударил по запястьям и щиколоткам Веча. Перебил ему кости так, что Веч упал на пол, как большая тряпичная кукла. Что оставалось им сделать, это поднять Веча и запихнуть в бронзовый ящик. А затем Чарли и его друзья опустили крышку, на этот раз по-настоящему запечатав гроб. Но прежде, чем закрыть гроб, они сунули в рот Вечу кляп. Так что похороны действительно были тихими. и поднимаются и поднимаются Продолжение следует...